Удар по драм-театру в Мариуполе. Украинские власти заявили, что люди выжили. Россия отрицает сам факт бомбардировок украинских городов. Российские вооруженные силы не бомбят города. Зеленский призывает Европу усилить давление на Россию. Байден назвал Путина военным преступником, а в России завели первые дела по статье о фейках о военной спецоперации. Об этих и других событиях дня 17 марта расскажу более подробно. Я Мумин Шакиров. Здравствуйте. За 22 дня войны в Украине погибли 3000 мирных жителей. Среди них 108 детей, сообщило Министерство обороны Украины. Каждую ночь российская армия наносит новые удары по городам Украины. Сегодня обломки сбитой ракеты упали на 16-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева. Один человек погиб, еще четверо пострадали. Власти Чернигова заявили, что за сутки жертвами обстрелов стали 53 мирных жителя. Город сейчас находится в осаде. Городская инфраструктура сильно повреждена. Во многих районах города нет света и воды. Мариуполь, по данным властей, город разбомблен практически весь. И в нем не осталось ни одного здания без повреждений. Накануне авиаудар нанесли по местному драмтеатру. Власти утверждают, что здание использовали как укрытие. И там могли находиться сотни людей. Согласно спутниковым снимкам, перед зданием было большими буквами по-русски написано «Дети» в качестве предупреждения для авиации. Сегодня два депутата Верховной Рады сообщили, что люди выжили и некоторых пострадавших уже удалось достать из-под завалов. Российская сторона заявляет, что не причастна к бомбардировке театра. Более того, МИД России заявил сегодня, что российские войска не бьют по городам и назвал фейками многочисленные свидетельства об ударах по жилым кварталам городов Украины. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фото фейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. Вчера, к сожалению, мы увидели новые проявления жестокости в Украине со стороны России. Мы увидели бомбардировку гражданского убежища в здании театра в Мариуполе, в городе, который продолжают осаждать российские силы. Эта осада бесчеловечна, удары по Мариуполю продолжаются. Это заслуживает осуждения. Это представляет собой крайне серьезное нарушение международного гуманитарного права. Осаду необходимо снять, а атаки против мирных жителей прекратить. И то же самое касается всей агрессии российских сил на территории Украины. Этот госпиталь в Мариуполе один из последних, где принимают сейчас раненых со всего города. Остальные больницы разрушены. Крупнейшая городская больница захвачена российскими военными, более 400 человек взяты в заложники. Об этом сообщили украинские власти. Российское государство превратилось в откровенного террориста, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Напомню, Мариуполь – ключевой портовый город на побережье Азовского моря. Больше двух недель он находится в окружении российских войск. Обстрелы и бомбардировки города почти не прекращаются, что делает почти невозможным вывоз мирных жителей по гуманитарным коридорам. По данным местных властей, с начала войны в Мариуполе погибли 2187 человек. Президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина военным преступником. Это прозвучало на мероприятии с участием Байдена, когда вопрос о Путине главе Белого дома задала одна из журналистов. Этот комментарий стал самым резким осуждением действий Владимира Путина и России, американской администрации с начала российского военного вторжения в Украину. Ранее на этой неделе Байден в одном из выступлений говорил, российские силы бомбят в Украине больницы и берут в заложники врачей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду отметила, что Байден искренне сказал, что думает по поводу Путина и назвала действия российских войск в Украине варварскими. Псаки также прокомментировала, почему США не могут последовать главному призыву Владимира Зеленского и поддержать создание бесполетной зоны над Украиной. «Если бы мы были президентом Зеленским, мы бы тоже просили сделать все возможное и продолжали бы настаивать, потому что Зеленский отвечает за свою страну и свой народ, который подвергается нападениям и жестокому обращению со стороны президента Путина и российских солдат. Но президент Байден принимает решение сквозь призму нашей собственной национальной безопасности. С бесполетной зоной мы будем вынуждены сбивать потенциальные российские самолеты. НАТО должна будет их сбивать. Однако мы не хотим ввязываться в Третью мировую войну». Отмечу также, что газета New York Times со ссылкой на данные разведки США провела сведения о российских потерях в войне в Украине. В публикации говорится, что с начала вторжения погибли более 7 тысяч российских военнослужащих. И это больше, чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет боевых действий в Ираке и Афганистане. Минобороны России лишь однажды заявляла о потерях 2 марта. Ведомство сообщило, что погибли 498 военнослужащих. Добавлю также, что Москва неоднократно отрицала обвинения в ударах по жилым кварталам и гражданским объектам в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский выступил сегодня перед депутатами парламента Германии. В начале речи члены Бундестага приветствовали украинского президента продолжительной овацией. В своем выступлении Владимир Зеленский затронул те же темы, что и ранее в обращениях к депутатам британского парламента и Конгресса США. Зеленский призвал западных политиков предпринимать больше усилий для противодействия российской агрессии. А власти ФРГ, по его словам, сейчас могут взять на себя роль лидера. Канцлера Олафа Шольца Зеленский призвал разрушить стену против свободы, которую, по его словам, возвела в Европе Россия. В то же время Зеленский упрекнул страны ЕС за недостаточно активную позицию перед российским вторжением в Украину. Жесткие санкции против Москвы были введены слишком поздно, подчеркнул Зеленский. Бывший актер и президент США Рональд Рейган однажды сказал в Берлине, «Господин Горбачев, снесите эту стену. А сейчас я говорю вам то же самое, уважаемый канцлер Шольц. Разрушьте эту стену. Пусть Германия станет лидером. Она этого заслуживает, чтобы ваши потомки гордились вами. Поддержите свободу, поддержите Украину. Остановите войну. Помогите нам остановить войну. Да здравствует...» Баба. Санкции против России только оживят ее экономику. В этом уверен Путин. По его словам, в стране ресурсов хватит и бизнесу, и простым гражданам. На деле это не совсем так. С подробностями Артем Радыгин. Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. Поднимать российскую экономику Путин призвал в первую очередь способий для малоимущих семей с детьми. Семьям, где средний доход на человека меньше прожиточного минимума, по словам Путина, на каждого ребенка выделят по 12,5 тысяч рублей. Но это не так. На самом деле малоимущим семьям за каждого несовершеннолетнего выплатят половину от детского прожиточного минимума в их регионе. И 12 тысяч наберется только в четырех регионах. Камчатский край, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. В Москве малоимущим выплатят 8 тысяч рублей, а меньше всего в Белгородской области только 5 тысяч. На полный прожиточный минимум могут рассчитывать только те семьи, где средний доход на человека даже после этих выплат не дотягивает до регионального прожиточного минимума. Необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня. Поднимать зарплаты населения, по словам Путина, будет бизнес. Для этого Путин приказал надзорным ведомствам реже проверять предпринимателей. А чтобы у бизнеса в обороте были деньги, тем, кто выполняет госзаказы, Путин велел авансом выплачивать половину от стоимости услуги. Остальных, по его словам, поддержат государственные фонды. Ресурсы у нас есть, повторю еще раз. Ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков. Поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных проектов. Регионам Путин обещал отсрочить платежи по нынешним кредитам и одолжить еще 10% от регионального дохода. На эти деньги они должны строить инфраструктуру и закупать материалы у отечественных производителей. О российской экономике и о мерах ее поддержки Кремлем и правительством на фоне войны в Украине я поговорил с преподавателем российской экономической школы Татьяной Михайловой. Татьяна, здравствуйте. С чем конкретно связаны планы Путина по поддержке семьи с детьми? Где сильно затрещало, что он решил вытащить дополнительные деньги из бюджета? Ну, очевидно, что грядет у нас кризис. Очевидно, что люди потеряют доходы. И поддержка семьи с детьми – это, наверное, просто первое очередное, что может сделать государство в этой ситуации. Потому что именно такие семьи будут в худшей ситуации. Ну, им потребуется помощь в первую очередь. И это удобный способ сделать такую адресную помощь именно нуждающимся. На ваш взгляд, какие еще категории граждан также нуждаются в помощи государства? Кому будет предназначен следующий социальный пакет, учитывая, что российская экономика в пике? В помощи будут нуждаться, конечно, любые граждане, кто беден, кто потерял доходы. Будет безработица. Соответственно, безработные могут оказаться в тяжелой ситуации. В любом случае адресная помощь людям, которые потеряли работу или которые потеряли доход, потребует сбора какой-то информации. Доказать, например, нужно будет, что ты безработный или что у тебя потеря доходов произошла. Что касается семьи с детьми, это можно сделать оперативно, но вот без сбора дополнительной информации, поскольку мы, ну, и так знаем, у кого дети есть. Можно ли говорить, что это подкуп определенной социальной группы на фоне войны в Украине? Или это некорректная оценка? Ну, нельзя называть любые меры помощи государства людям подкупом. Хотя, конечно, они, может быть, изменят какое-то отношение людей к государству. Для каких-то семей это будет важно, для каких-то нет. Это так не всегда работает. Татьяна, цены на ширпотреб растут. На оргтехнику, на одежду и также на продукты питания. Возможно ли тут какая-то стабилизация или это уже неконтролируемый процесс? Насчет процесса роста цен. Сейчас у нас неожиданно, да, произошел шок из-за санкций и из-за начала войны. Поэтому цены просто сейчас приходят к новому уровню в новых реалиях. Но что будет дальше происходить с ценами, зависит от монетарной политики. Зависит от того, насколько сильно разгонят денежную эмиссию внутри страны. Поэтому рублевые цены будут идти вслед за эмиссией денег. То есть уровень инфляции, грубо говоря, будет зависеть от действий Центробанка в долгосрочной перспективе. А вы можете назвать те сферы экономики, где ситуация наиболее критическая? Первое, что приходит в голову, гражданская авиация. Сотни бортов не летают, их обслуживание прекращено. Второй момент. Конвейер автоваза остановился. Нет комплектующих. Людей отправили то ли в отпуск, то ли на простой. Вот экономика России достаточно хорошо интегрирована в мировые цепочки производства. Ну, не только экономика России, все экономики мира сейчас интегрированы в цепочки производства. И мы все покупаем друг у друга комплектующие, продаем друг другу комплектующие. У нас нет изолированного собственного производства. Поэтому любые, вся промышленность, практически вся промышленность, она под ударом из-за разрыва вот этих вот цепочек поставки товаров, любых товаров. Или из-за удорожания комплектующих. И не только промышленность, но и сфера услуг банальная ситуация. Вот представьте себе, вы хотите заправить автомобиль. Как вы думаете, сколько иностранных комплектующих используется на обычной заправке, где мы бензин наливаем, бензобак? Вот во всех сферах жизни, где используются технологии, будут проблемы. Это первое, значит. И вот что мы сейчас видим уже, что ситуация на рынке труда, ну, в первую очередь сфер, которые связаны были с присутствием зарубежных компаний на рынке, с рекламой, с обслуживанием вот этих бизнес-сервисами. Вот этот рынок труда уже сыпется, появляются люди без работы и начинается давление на рынок. Все остальные сектора посыпятся потихонечку. Значит, промышленность, вот автоваз, как вы сказали, останавливается, промышленность будет следующей. И это неминуемо придет даже в рынки неторгуемых товаров, то есть рынки услуг, поскольку услуги зависят от доходов граждан. Спрос на услуги зависят от доходов граждан. Соответственно, доходы, как только доходы граждан упадут, упадет и спрос на услуги, сектор услуг также пострадает. Не будет ни одного сектора, который изолирован от этого. Возможно, кроме производства боеприпасов, извините. Скажите, Татьяна, а когда народ, по-вашему, завоет или этого не произойдет, стиснув зубы, будет экономить, перейдет на совсем простые продукты? Картошка, морковь, гречка и макароны, если, конечно, они еще останутся на рынке? Разумеется, простые продукты останутся на рынке, и, разумеется, народ перейдет на них. Господи, мы все с вами перейдем. Но вот вопрос, когда народ взвоет, это не вопрос к экономисту, это вопрос к социологу или политологу. И это все, значит, сильно будет зависеть от внутриполитической ситуации, конечно. На ваш взгляд, правительство пойдет на частичное изъятие вкладов, чтобы направить эти деньги на войну с Украиной? Переживать мне за мои личные вклады? Изъятие вкладов рублевых не нужно, поскольку рубли можно, условно говоря, напечатать. Центробанк имеет возможность эмиссии, поэтому изъятие будет в этом случае происходить в виде обесценивания любых рублевых накоплений или рублевой наличности, или наших с вами зарплат. Что касается доллара, что касается валютных сбережений, банки просто могут быть не в состоянии исполнить обязательства по валютным вкладам. И таким образом, это не будет изъятие в пользу государства, это будет просто дефолт банка по этим обязательствам. Ну, то есть, внутренние обязательства всегда можно покрыть эмиссией. К сожалению, у нас есть еще время до тех пор, пока эта эмиссия станет неконтролируемой, если она станет... Я надеюсь, что этого можно будет избежать. В России возбуждены первые уголовные дела по статье о фейках про действия российской армии. Это первые известные случаи применения принятой недавно статьи об уголовном наказании за распространение ложной информации о военных. Одно дело заведено на известного блогера, автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской. Белоцерковская, которая живет во Франции, рассказала изданию «Коммерсант», что узнала про уголовное дело из телеграм-каналов. Ей может грозить до 10 лет колонии. По данным следствия, Белоцерковская на своей публичной странице в социальной сети Instagram опубликовала ряд записей. Под видом достоверных сообщений. В них содержались заведомо ложные сведения об уничтожении российскими вооруженными силами городов и гражданского населения Украины в ходе проведения специальной военной операции. Еще два дела возбуждены в Томской области на основании материалов ФСБ в отношении Томича и жительницы закрытого города Северск, личности которых не раскрываются. Дела возбуждены по первой части новой статьи. Она предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. У обоих подозреваемых прошли обыски. Суд запретил им определенные действия. По принятым в начале марта поправкам в Уголовный кодекс за фейки могут назначить наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Мой собеседник – адвокат Калой Ахильгов. С ним мы и обсудили первые уголовные дела о фейках в отношении российской армии и о том, какие сроки могут вынести суды тем, кто нарушил закон о военной цензуре. Калой, я вас приветствую. Уголовное дело возбуждено на основании записи Белоцерковской в Инстаграме. По версии Следственного комитета, Ника опубликовала ложные сведения об использовании российской армии для уничтожения городов и мирного населения Украины, в том числе детей. Кто делал эту экспертизу и вообще как это работает? Во-первых, если мы обратимся к 207.3 статьи Уголовного кодекса, то там речь идет о распространении, публичном распространении важный критерий под видом достоверных сообщения заведомо ложной информации. То есть здесь речь не идет о том, что можно привлечь к ответственности за публичное распространение информации, которую следствие считает заведомо ложной, а именно установление факта того, что это заведомо ложная. Предположу, не могу точно сказать, но предположу, что на период проведения так называемой доследственной проверки, в рамках доследственной проверки, была наверняка проведена определенного рода экспертиза или заключение эксперта, который бы сказал, что, к примеру, эти сообщения не подтверждаются, например, Министерством обороны или официальной позицией руководства силовых структур, военных структур точнее. Соответственно, является недостоверной. А вот вопрос о том, знал ли публикующий эти сведения человек, что они недостоверны, это вопрос, тот самый вопрос, когда нужно уже доказывать в рамках непосредственно предварительного расследования. Но здесь нонсенс или, скажем, важный момент заключается в том, что уже в самой статье, сама диспозиция статьи говорит о том, что если возбудили дело, значит, вы уже точно заведомо ложно об этом говорите. И тут вопрос не о том, что надо доказывать совершение преступления, а тут нужно уже доказывать, что ты его не совершал. И вот в этом заключается ключевой момент этой статьи. Колой, идет ли речь о состязательном процессе, когда мы говорим о вине Белоцерковской? Или это игра без правил и тут такие вещи не проходят? Вы знаете, в России уже давно есть проблема с состязательностью в уголовном процессе, поэтому в данном случае состязательность будет заключаться лишь в том, насколько защита будет не соглашаться с заключением эксперта. Как известно, это несогласие с заключением эксперта не является основанием для оправдания, как вы знаете, и относится непосредственно к восприятию и, скажем так, тому, как суд будет квалифицировать эту экспертизу. Следственный комитет готовится объявить Белоцерковскую в международный розыск. Будут ли искать реально или это всего лишь мера устрашения? А вот это интересный вопрос, особенно в контексте попыток некоторых стран-участниц Интерпола исключить Россию из Интерпола. Здесь такой, естественно, это политический момент, ровно как и сама статья 207 прим 3 или точка 3, как ему удобнее. Так вот, здесь вопрос такой. Конечно, Интерпол отказался исключать Россию из числа стран-участниц, но тут вопрос заключается в том, что Интерпол объявил о неком особом порядке рассмотрения заявлений со стороны правоохранительных органов России, как участницы Интерпола. И здесь важный вопрос в том, что вот этот вот самый особый порядок, он подразумевает в первую очередь политические мотивы объявления в розыск. И вот этот момент будет самым интересным, потому что квалифицировать политический это мотив или нет, будет, естественно, Интерпол. И дальше уже, если, например, Интерпол оценит само уголовное дело политически мотивированным, то, соответственно, и объявление в розыск это будет явно по политическим мотивам. Соответственно, этот вопрос о том, будет ли Интерпол объявлять ее в розыск или нет, остается пока открыт. Еще два уголовных дела по закону о фейках были возбуждены против жителя Томска и жительницы Северска. Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде запрета определенных действий. А что это означает? Запрет определенных действий – это когда суд запрещает обвиняемому любые действия, которые он может посчитать необходимыми в рамках расследования дела. Это использование мобильной связи, интернета, запрет общения с кем-либо, запрет выходить из дома, запрет посещать какие-то места, запрет пользоваться, например, автомобилем, если речь идет о ДТП и так далее. Очень часто запрет на совершение определенных действий подменяет собой домашний арест, потому что часто бывает так, что суд избирает запрет на совершение определенных действий, а заключается этот запрет, например, в запрет выходить из дома, условно говоря, с 10 утра до 6 утра следующего дня. Соответственно, у человека практически 4 часа на выход из дома, а это очень похоже на домашний арест. При этом запрещается пользоваться мобильной связью, интернетом и так далее. Это тоже очень похоже на домашний арест. То есть все зависит от того, что судья посчитает необходимым для объективного расследования уголовного дела. Скажите, а как будет работать эта вилка наказания от многотысячных штрафов до 15 лет лишения свободы? Что грозит Нике Белоцерковской? До 15 лет речь идет о том, когда такая публикация сведений повлекла какие-то тяжкие последствия в виде смерти, тяжкого вреда здоровью и так далее. Поэтому вот эти, скажем, публикации в соцсетях, они в основе своей не коснутся вот этой третьей части, где речь идет о сроках до 15 лет лишения свободы. Но, тем не менее, например, в данном случае в отношении Белоцерковской может вполне себе речь пойти и о 10 годах лишения свободы, там до 10 лет. Если, например, они используют такой квалифицирующий признак, как, к примеру, из политической ненависти или исходя из другого там, насколько я помню, там есть еще другие квалифицирующие признаки. В любом случае, до 10 лет лишения свободы за публикацию, которая не соответствует официальной позиции, на мой взгляд, это вообще не соответствует не то, что там принципам гуманности, права и так далее, а вообще здравому. Калой, стоит ли ждать новых процессов по фейкам российской армии или трех заведенных дел для устрашения достаточно? Ясно, дано понять, что мы должны очищаться от тех людей, которые не согласны с официальной позицией, скажем так. А это как раз речь о том, что люди не соглашаются с той официальной информацией, которая подается нам через официальные средства массовой информации. Ну вот еще один пример из нашей жизни. Полицейские останавливают людей на улицах и проверяют их телефоны. Есть ли там записи о войне или чувствительная информация об Украине и российской армии? Насколько это законно? Абсолютно незаконно. Это может быть лишь просьба. Просьба показать телефон. Вот он лежит у меня, я могу вам показать. Но просьба разблокировать телефон, просьба предоставить данные из телефона, дать почитать. Естественно, на эту просьбу всегда нужно отказывать. Это раз. Второе, если это не просьба, а уже требование, то в данном случае, конечно, это незаконное требование. Это, скажем так, устройство, в котором находится до 49 тайн, защищаемых законом. Я имею в виду не только тайну переписки, но и банковскую тайну, медицинскую тайну, нотариальную тайну и так далее, и так далее. И все эти тайны могут храниться вот здесь. И семейные тайны, и все остальное. Поэтому, конечно, это незаконное требование, которое исполнять ни в коем случае нельзя. На этом мы заканчиваем нашу программу «Новости свободы. Что происходит?». Мы будем продолжать рассказывать о текущих событиях в следующих выпусках. Меня зовут Мумен Шакиров. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok